Любимый в народе праздник Троицы всегда отмечался массовыми гуляниями. В этот раз праздник проводился на пляже по улице Кирова. В 6 утра любители рыбной ловли расположились с удочками на берегу реки Рассыпной. Более 20 человек решили принять участие в конкурсе на самый большой улов. Рыбалка – это я постоянный, увлечённый. Как есть возможность, сразу еду на рыбалку. Поймали на кукурузу шарона, на червей, поймали окуней. Тараночка на те столовицы в основном. А так, первый раз в конкурсе участвую, решил, за сколько времени. А так, то работы, то времени нет. Рыбаки старались поймать к назначенному времени как можно больше рыбы. Но не всем сопутствовала в этот день удача. После контрольного взвешивания улова подвели итоги. Бесспорным победителем стал Владимир Швыченко. В его садке оказалось около полутора килограммов рыбы. Я с пяти лет начинаю рыбачить. Я сам родился в Сочи. А в основном больше детства прошло на Кубани. И там ловил рыбу. Часто проезжал я на каникулы. Как-то в Сочи меня не очень-то здорово нравилось. Потому что на море-то не здорово пускали. А в деревне уже ловили именно эту рыбу. А так вот почти каждый раз я езжу, ловлю, выловлю много. А это так просто получилось случайно, что так мало поймал совсем. И оказывается, все первое место. На втором месте Андрей Ворсин. На третьем Евгений Корниенко. Поощрили самого старшего по возрасту рыбака и самого юного. А также тех, кто поймал самую большую и наименьшую по размеру рыбку. Глава Белоглинского сельского поселения Александр Андросов наградил участников грамотами, статуэтками, медалями и рыболовным инвентарем. Мы принимаем участие всегда в этих мероприятиях. Очень нравится. И также советуем всем людям побольше, чтобы принимали во всех этих мероприятиях участие. Рыбалка – это такое захватывающее действие. Очень хочется, конечно, поймать большую рыбу. Но сегодня, конечно, большая немножко не клевала. Маленькая, можно сказать, скромная рыбка. Но это ему тоже рады. А рядом на площадке проводился фестиваль «Ухи». В числе тех, кто варил уху, были глава района Александр Коклин и глава поселения Александр Андросов. После приготовления они угостили всех желающих вкусным блюдом. Члены жюри провели дегустацию и определили победителей. Лучшие повара получили награды. А в это время на поляне творческие коллективы районного Дома культуры радовали своим выступлением. Исполняли старинные народные песни, в том числе и записанные в белой глине. Ведущая рассказала о духовной сути праздника, народных приметах, связанных с тройцей.